Уличные торговцы шаурмой, курами гриль и пирожками оказались под пристальным вниманием специалистов службы госсанопеднадзор. В неприметной палатке с ярким названием «Гармония», расположенной на территории мини-рынка, производят продукцию без каких-либо документов и разрешений. Самое интересное, что хозяев этой торговой точки продавцы называть отказываются. А как зовут хозяина? Куда? Не знаете? А после появления здесь съемочной группы ее вообще закрывают. В торговой палатке на Синежском проспекте размораживается мясо для будущей шаурмы. И хрустящих пирожков здесь хоть отбавляй. Вот только где закуплено мясо, неизвестно никому. Продавец Шохер говорит, хозяин из города привозит. А где? Можно с ним посмотреть? Нет, сейчас. В Турции. В Турции? А какие-нибудь документы можете показать на кур и гриле? У вас есть какие-нибудь сертификаты? Все у хозяина. Все у хозяина? Да. Отсутствие соответствующих документов на товар, работы без кассовых аппаратов – проблема всех торговцев шурмой. Палатка напротив центральной районы больницы, всем своим внешним видом напоминающая дешевую пивную, также не ускользнула от внимания проверяющих. Трем палаткам мы написали письмо на имя начальника нашего отдела внутренних дел и попросили его оказать нам содействие в установлении вот этих владельцев, ну и с их стороны принять меры по несанкционированной, это получается несанкционированная торговля. Проведенный рейд послужил окончанию предпринимательской деятельности торговцев шурмой на центральном городском рынке и торговом комплексе Солнечногорский. Неизвестные лица продавали гражданам продукции, не имея даже разрешения на торговлю, не говоря уже о качестве товара. Торгуют шурмой с нарушением санитарных правил и в первую очередь нет никакого контроля за качеством ни поступающего сырья, ни продаваемой продукции. Естественно, нарушение там и в соблюдении правила личной гигиены, значит вот на эти две палатки материалы дела мы передали в суд на приостановление их деятельности. Задумаются ли теперь о своем здоровье солнечногорцы, покупая сочную курочку из рук уличных торговцев? И даст ли кто-нибудь гарантии, что нарушители, так пугаясь объективы камеры, не откроют спустя пару часов свои лавочки, заманивая горожан запахом жареного мяса?